Рязанская область, еще одна область центрального федерального округа. Ну она в общем к востоку от Тулы, то есть там коммуникации... Тула это коммуникации на Харьков, а Рязань это на Астрахань. Такое принципиальное отличие. Ну а так в принципе вся та же русская равнина и ее центр. Где-то между Среднерусской и Привовской возвышенностями. В северной части Мещорская низменность. Вдоль границы с Владимирской областью Касимовская и Моренная гряда. На юго-западе от Роги Среднерусской возвышенности. Ну в целом все это означает, что перепады высот где-то 150 метров могут быть. То есть не совсем плоская, кое-какие там есть возвышения. Ну небольшие, вот где-то 150 метров перепад. Полезный ископаемый торф, потому что исторически это болотная область. Вот от болот торф остался. Волота в значительной степени осушили, торфа очень много. Еще, кстати, его там серьезно не добывали конкретно в Рязани. Его в Московской области почти полностью добыли. Естественно, примыкает этот подмосковный угольный бассейн, соответственно, есть бурый уголь. Разведаны также фосфориты, бурый железняк плохого качества, стекольные и кварцевые пески, глины и так далее. В целом полезный ископаемый в основном торф и глина и уголь. Вот все, как обычно в центральном районе опять же. Рязань такая довольно стандартная область для центрального района. Умеренно-континентальный климат тоже, про климат ничего особенно сказать нельзя. Средняя температура января минус 10. Ну вот, чуть похолоднее Москвы на самом деле немножко получается. В Москве, видимо, предприятия всевозможные греют, все-таки немножко похолоднее в Рязани. Гидрографические. В основном это бассейн Волги, главная река все та же Ака, она там течет через все эти области. На юге области имеются истоки реки Воронеж, которая уже там впадает в дом потом. Мещерская низменность, много озер. По бокам Аки множество озер Старец, потому что Ака довольно давно течет и Старец много образовало. Почвы все те же, дерново-подзолистые, серые, лесные. В южной части опять же плохие черноземы, но кое-где начинаются уже хорошие. Там на юге она с Воронежской областью граничит и уже какие-то такие начала с Липецкой, точнее, с Тамбовской и Липецкой. Какие-то куски чернозема там начинаются. Потому что Тамбовская и Липецкая чернозем таки есть, хороший. Плохого чернозема достаточно в Рязанской области тоже. С точки зрения растительности, это лесостепная в основном зона. Одна треть территории леса. Есть, впрочем, сосновые, но преобладают широколиственные. На крайнем юго-западе уже, так сказать, степь начинается со всеми ее черноземами. Очень много дуба, соответственно, растет. Потому что в основном широколиственные леса и в основном дубравы. Животный мир уже много раз перечислял. Вот типичные, опять же, для средней полосы. Там ежики, куницы, суслики, хомяки. Имеются охраняемые природные территории. Мещерский национальный парк, Еокский заповедник. Экологически одна из главных проблем – это пожары. Из-за торфа. Торфяники эти летом прекрасно горят. Болота уже по большей части осушены. Также, естественно, Рязань, Михайлова и Скопина – это у нас районы с высоким промышленным загрязнением. То есть промышленные центры есть на территории области, загрязняют. И также частично выпали радиоактивные осадки после аварии на Чернобыльской АЭС, аж в некоторых районах Рязани тоже. Ну, а последняя история про пожары – это летом 2022 года. Аж 17 августа был огромный пожар во всей Рязанской области, и дым понесло на Москву, и Москва была в очередной раз в дыму. Рязань все-таки окружающая Москву регионы, и от этих пожаров дым периодически на Москву и сносит. Что касается людей, люди были с Верхнего Палеолита, довольно старое заселение. Коренной народ до славян были Мещера и Мурома. И это финно-угорские племена. И сохранилось много названий там рек, всяких там населенных пунктов, географических много названий именно на финно-угорских. Мещера и Мурома. Однако вятичи довольно рано там появились, как и в Туле. В принципе, один там народ, то тулики и рязанцы, происходящие от вятичей. И довольно похожие исходные языки. Вятичи уже были в VI веке Наки. И в районе Рязани вятичи селились в VII-VIII веках. Ну, про историю конкретно Рязани я позже поговорю. Очевидно, что здесь было Рязанское княжество. Какие-то части земель были в составе Черниковского княжества. И основная все-таки часть была в составе Рязанского. И позднее Рязанское княжество захватило почти всю территорию области и даже частично соседних областей. То есть были они независимы, причем Рязань долго свою независимость сохраняла. Но как бы на лидерство они не претендовали, рязанские князья. Это все Москва с Тверью боролась. Но Рязань претендовала на независимость. 1521 год только Московию присоединило Рязанское княжество. Значительное влияние тюрков, а именно Касимовских татар, но с XVI века. Вот тюрки тут не коренные. Коренные там финно-угры, потом славяне. Тюрки селились там, Касимовские татары были, Касимовское ханство, но XVI век. При Екатерине образовали Рязанскую губернию, до того это было в Московской губернии. Развитие XIX века в основном связано с железными дорогами, я про Рязанскую ОЖД рассказывал. И Рязань в XIX веке это был торговый центр по дороге на Волгу. С Волги в основном завозился хлеб в Москву. А вот Рязань там как раз по дороге был железнодорожный узел. Современную Рязанскую область создали в 1937 году. Численность населения сейчас около миллиона и население как везде падает. В принципе вот она схемка, с которой понятно, что резко упала во время войны, но это везде. Но с тех пор не восстанавливалось и всегда только падало население в Рязани. При этом растет городское население и в основном сам город Рязань. То есть вся там демография заключается в том, что во-первых уезжают оттуда, а во-вторых переселяются в Рязань. Ну кстати вот эта сибирская схема, то есть вот обычно Магаданская, Новосибирская область, это регионы, в которых больше половины населения живут в областном центре. То есть все живут, допустим, в Магадане, все живут в Новосибирске. Вот то же самое в Рязанской области, почти все живут в Рязани, больше половины населения, во всяком случае. Этнически 95% пишутся русские, но они вятичи на самом деле. Никаких, а кстати я на сайтах видел там попытки что-то рязанский диалект зафиксировать, но никаких попыток восстановить именно этничность вятичей, ни в Рязани, ни в Туле пока не наблюдаются. Но думаю это дело будущего, потому что по всей земле эти вещи восстанавливаются, старые идентичности и тут тоже восстановятся. Особенности диалекта вятичей сохраняются до сих пор в тульском и в рязанском диалекте, хотя естественно эти диалекты русифицированы, это понятно. Начиная вот со второй половины 19 века, когда школьное образование на московском стандарте, потом радио, потом телевидение и все. Уничтожили конечно, остались только какие-то остатки исходного языка в речи. Ну дальше значит после 95% русских у нас что-то около 1% украинцев там, пол процента мордвы, которые в какой-то степени коренное население, так как это финно-угорский народ, пол процента армян, пол процента татар, вот остатки этих косимовских татар и остальных меньше. Населенные пункты Рязань 523 тысячи человек, то есть больше половины населения, но численность падает, как и население всей области. Также есть такие города, как Касимов, Скопин, Сасово, Рыбное, Ряжск, Шилово и так далее, Михайлов. Экономически преобладают обрабатывающие производства основные промышленные центры Рязань, Михайлов, Скопин, Касимов, Сасово и в основном машиностроение и металлообработка. Также есть крупное нефтеперерабатывающее рязанское предприятие, Рязанская нефтеперерабатывающая компания. Производят из нефти бензин, дизель, керосин, мазут, битум и так далее. На юго-западе области комплекс по производству строительных материалов. Допустим, в Скопине есть Скопинский стекольный завод и так далее, Михайловский цементный завод. Есть кое-где металлургия и цветная, и порошковая. Ужень очень вредная. Сасово – это центр молочной промышленности. Все-таки вот эти переходные к черноземью регионы, у них довольно хорошее сельское хозяйство, и это в Рязани тоже, в общем, сохраняется. Ну, не такое хорошее, как у нас в Воронеже, конечно. Ну, что-то там такое есть. Все-таки это не Кострома. Выпускают автомобильные узлы и агрегаты. Также радиоэлектронику. Металлурежущие станки, коммунальную и торфоуборочную технику, кузнечно-прессовое оборудование и так далее. Шесть тепловых электростанций. Никаких ГРЭС они не завозили. ГЭС никаких тоже у них нет. Ничего нет, только ТЭЦ у них. Ну, ТЭЦ и ГРЭС, конечно. ГРЭС имеется в виду газотурбинные, да? Тепловые они, все электростанции у них. Сельское хозяйство. В основном животноводство и в основном молочно-мясное. То есть, все-таки, хоть чернозем появляется, но максимум, что можно там развести, это коров. Наиболее, так сказать, оптимально. Поэтому много молока, молочные заводы. Рязань постоянно молоком Москву снабжала. Вроде как растут там, все-таки, производства молока, но не хватает. У нас нехватка молока, у нас компенсировали за счет импорта. Мясное скотоводство тоже имеется. То есть, коровы на мясо. И свиней тоже, да, разводят на мясо. С точки зрения растениеводства, один из лидеров по урожайности гречки. Из-за наличия каких-то черноземов некоторых. Гречку поэтому вот разводят. Зерновые культуры имеются по типу пшеница, рожь. Хлеб. Хлеб пекут. Садоводство в Рязани известно. Рязань известна вообще яблоневыми садами. И в Рязани вывели многие сорты. Сорта яблок известные. Антоновка, Богатырь. Зимние сорты яблок в Рязани. В советский период в каждом районе Рязанской области выращивались яблоки. Были крупные садоводческие хозяйства. Сейчас это все сократилось. Но яблоневодческие хозяйства там остаются. Сохраняются. Население массово собирает ягоды в болотах и в лесах. Тоже важная отрасль сельского хозяйства в Рязани. С точки зрения автомобилей. Это направление Москва-Касимов. Москва-Нижний Новгород. Или также Нижний Новгород-Тамбов. Не сказать, что там торговые пути совсем оживленные. Но есть там автомагистрали. Автомагистрали построили Большое Рязанское кольцо еще в 1960 году. Это автомагистраль, которая соединяла районные центры всей области. Есть железнодорожные узлы. И как раз Рязань это уже Транссибирская магистраль. Начинается от Москвы. То есть от Рязани идет Транссиб. И вот эти все центры ранее перечисленные Шилова. Усасывает и на Транссибирская магистраль. Касимов имеет выход на магистраль. Ну и также, естественно, направление на Поволжье. Традиционное через Рязань. Воздушный транспорт уничтожен только военный. Никакой авиации нет. АК все-таки в этих местах судоходно. Ее вот в Туле еще только расчищают. А в Рязани она уже судоходна. Есть традиционные порты на Океа, в Рязани и в Касимове. Водные пути там есть. Довольно много нефтепроводов, которые из Сибири идут на Москву. Проходят в значительной степени через Рязань. Именно поэтому там построили нефтеперерабатывающий завод крупный. По поводу здравоохранения. Низкий уровень оплаты. В здравоохранении Путин тоже даже сам отмечал, что в Рязани довольно мало врачам платят. Смертность довольно высокая, особенно младенческая. По смертности Рязань приближается опять же к Сибири и Дальнему Востоку. Ну, в общем, даже если немножко от Москвы отъехать, уже здравоохранение довольно плохое. Образование в основном все в Рязани. Поэтому буду в Рязани говорить. Ну, при предприятиях есть научные организации, которые ведут прикладные исследования. Всякие там, допустим, НИИ, пчеловодство, НИИ, механизации агрохимического обеспечения сельского хозяйства и так далее. То есть прикладная наука имеется в Рязани. С точки зрения религии вся та же, значит, система, традиционное православие. Однако есть национальные меньшинства, небольшие проценты, там три населения, поэтому есть католики, армянская церковь. Ну и понятно, что в 20 веке распространились всевозможные протестанты, такие баптисты, адвентисты, пятидесятники и так далее. С точки зрения достопримечательностей, там как раз был Сергей Есенин. Кстати, фирменный поезд «Рязань-Москва» называется Сергей Есенин. Поэтому там имеется музей-заповедник Есенина, имеется Рязанский Кремль, но это в Рязани. Древнерусское городище Старая Рязань имеется. Ну, упомянутые выше национальные парки и заповедники. Рязанский государственный областной художественный музей, опять же, в Рязани. Музей-усадьба Павлова, дом-музей Пироговых, музей Циолковского, Новикого прибоя. В городе Касимове есть Старая мечеть, 1476 года постройки. Ну, в общем, для туризма не сильно Рязань перспективна. Ну, вот есть какие-то памятники культурные, но это, в общем, на пару дней посещения. С точки зрения экологии там особенно нечего. Ничего там, в общем, нет такого интересного. Поэтому вряд ли какой-то туризм возможен. Ну, регион любой чем-то интересен. И Рязань, видимо, тоже.